Слушай, я вот вспомнила. Расскажи историю, как вы шли из школы и копейку-то нашли в детстве. Печеньки-то помнишь? Мы не копейку, а старыми 10 копеек нашли. А, ну давай, рассказывай. Да из школы что, поздно ходили, а 5 километров идти. Нашли, шли с богатым. Мальчиком из богатой семьи, да? Из богатой семьи. Зашли в чайную. А чайная, вот как деревенская была. Так красиво, вот как в старину описывают. У нас вот такая же чайная была. Тоже бочка качала пиво. Зайдёшь тут это, потом заходишь. Там зал обеденный, кухня. И вот, пошли. Он купил печенье. Дайте нам, говорит, печенье. А я думаю, зачем печенье? Клево бы два куска купили. А на копейку два куска можно было, да? А я так есть хотела. Два куска бы я хлеба, по куску бы съели. А то она посмотрела, улыбнулась и дала две печеньки. А квадратные? По печеньке. Сахарные самые дешёвые дала вам, наверное. Слушай, ну на копейку-то ведь не купишь, а она просто пожалела вас. Она ещё улыбнулась. Так и она его знала. У него что, мать медсестрой работала. Отец, шофёр на фургончике работал, возил на брезентовом в школьниках. Все их знали. Ну и что, вы съели вкусно было, да? А что, я и не поняла. Или ни в голове, ни в жопе, да? Одна печеньенька. А хлеба-то ты бы съела, да ведь? Нет, мы слип, слип. Так, ну ладно, пойдём. Слип, 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 слип. И он, конечно, рванул. А я его, царство небесное, я его деда так боялась всё время. Он ходил. У нас что, четыре дома было, пять? И он к Сашке-то вот, к Сане ходил, она его правила. К Сане засране-то? Нет, не знаю её, а другая засране-то была. Она его правила. А в деревнях все были по кличкам. Саня засране, да? Коля Ванин, Николай Иванович. Витька Лидин. Витька Лидин. Бабка Лида была. Зойка Стёпина. Ну, такие были у вас всех прозвища. Ой, это что под ногами? Плохой. Дед водился с ней, с Зойкой-то. Они охотно с маленькой. В люльке она качается, он подойдёт ложку водки и плеснёт маленькой. Она ненормальная, ага. И она потом, когда уже совсем стала... Алкоголичкой стала. Да, она от этого умерла. А, умерла. На берегу. Напилась, бабка упала у моста, перекидала тут. Ну, и, короче, и вот он умер. Это запомнила, ага, всю эту историю. Ладно, пойдём дальше. Так, вот тоже все многие боялись Васи Немова-то. А, про Васю Немова. Ну, давай ещё быстренько про Васю Немова расскажем. У нас в деревне был Вася Немой. Это такой, как бы, ну, знаете, дурачок по деревне ходит. Он не говорил, а только вот так вот. И руками маячил. И мы его маленькие боялись. А вы тоже его боялись, Васю Немова? Я очень боялась. Сначала боялась. А потом он всё время к нам ходил. Он папу любил. А бабка... А у него раньше же пенсию-то не оформляли. У него ни пенсии что-то не было. Хотя он и воевал. Это сейчас только. Ветераны. А раньше ветеранов вообще не жалели, да? Вести ровно за него. Ну-ка, это потом уже, когда мы большие выросли. Ну, он не видел. И вот он это ходил и побирался с сумкой. Ага, Васю Немой. Это идёт на кормят, на кормят. Ну, в смысле, это, сумка ему все клали туда. Пойдём по Сюдову. А чё он в лесу делал? Лыка, лапки плёл. И всем давал? Да и сам в лапки сходил. Он всё время заходил к нам. Он очень любил папу, царство небесное. Он, когда к нам заходил, всегда папа им горячую чашку, суху наливал, ему кормил. Всё. И бриться. Он бриться приходил. Папа его брил. Брил. И он всё своё принесёт, достает. У него своё было? А где он ночевал? У него ветер холодно. Где это? Папа не брал. У него бывает тупое. Папа своим. Всё побреет его. А потом папа сам за ним мог. Он же инвалид войны, первая группа папа-то. И это... Пришёл он к нему, а он ему говорит, нет, нет, нет. Руки тряслись уже у папы. Я, блядь, боюсь. Я тебя изрежу. Так, ну ладно, двигаем дальше. Той бесконечный. Давай вот этот массивчик пройдём ещё. Руки тряслись. Руки тряслись.